Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на стенд телекомпании Event TV. И я, ведущий Геннадий Лернер, хочу поприветствовать всех наших друзей нашего телеканала, всех тех, кто в эти мгновения смотрит нас. Мы находимся в 75-м павильоне ВДНХ, и здесь и сейчас проходит выставка Wedding Fashion Moscow 2018. А вот наша студия. Здесь мы будем встречать наших гостей. Это уважаемые люди в ивент-сфере и в шоу-бизнесе. У нас все настроено под прямой эфир. Сегодня люди будут выходить в прямой эфир на нашем канале Event TV.info. За камерой Максим Ушаков, наш супер-гениальный креативный видеооператор, наш видеокомпозитор, человек, который сочиняет видеомелодии в полете своей фантазии. Кстати, у нас сегодня здесь планируется снять несколько интересных интервью прямо с выставки. И, собственно говоря, мы уже и начнем это делать прямо сейчас, дорогие друзья. Пройдемся. Здесь на выставке Wedding Fashion Moscow представлены свадебные наряды, вообще представители свадебной индустрии практически из 30 стран мира. Вот, например, друзья мои, обратите внимание, гостиничный комплекс Ольгина. Здравствуйте. Какие очаровательные люди работают на стенде гостиничного комплекса Ольгина. А вот, посетитель, доброе утро. Вы, наверное, делаете заказ. Очень хочу, да, попасть туда. Пока, да, рекогносцировку и дальше посмотрим. Рекогносцировка – это важный элемент в тренде времени, когда выбираешь особенно гостиничный комплекс. А вы решили посетить этот комплекс в каком составе? А я вот сейчас вот послушаю и дальше решу тогда. Ага, то есть вот так вот. То есть если они хорошо расскажут, значит, тогда в полном составе. Нет, в любом случае посещу, а вот в каком составе, да, уже будем определять. Спасибо вам огромное. И вам тоже удачи. Да, удачи. Всего доброго. Мы идем дальше. Шикарное место, да, рекомендую. Мы к вам вернемся обязательно. Продолжение, пожалуйста. Да, спасибо. Так, вот девчонки уже, видимо, выставку завершили и уже сматывают удочки. Девчонки, не проходите мимо. Мы телекомпания Event TV берем интервью у самых интересных, так сказать, представителей свадебной индустрии. Или вы... Мы сегодня даже не накрасились. Не накрасились? Так, конечно, у вас естественная красота. Вам не нужно краситься. Расскажите, пожалуйста, какими судьбами вы сегодня здесь на выставке? Мы собираем все, что выбрали. Все надо везти назад. Мы все скупили. Мы уже пятый раз, на самом деле. Пятый год приезжаем. Пятый год откуда приезжаете? Из Хабаровска. Из Хабаровска? В перелет. Семь часов. У вас там салон? Что у вас там? Да, у нас свадебный салон. Как называется? Воскевич. Так, а кто из вас Воскевич? Обе. Обе? Вы сестры? Да, не похоже, да. Как нам повезло, друзья мои. У нас сестры Воскевич из Челя... Господи, из Хабаровска, прошу прощения. Вот они накупили всего. Это одна десятая часть того, что мы уже несем сдать. Да? А куда сдаете в багаж? Да, в багаж. Больше 120 платьев купили. 120 платьев. Вот такой минимальный результат для Хабаровска. Вы представляете? Девчонки, ну что ж, с Богом. Дай Бог, чтобы все продавалось у вас, чтобы бизнес процветал. И спасибо вам, что вы приезжаете на эту прекрасную выставку. Спасибо. Удачи. Продолжаем. Мы снимаем в стиле follow me. А сейчас мы приближаемся к стенду компании Simoni Marioti. Судя по названию, видимо, эта компания из Италии или нет? Совсем. Производство в Турции, название итальянское. Представьтесь, пожалуйста, мы на телеканале Event TV снимаем репортаж о выставке. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий? Представляю турецкие костюмы. Дмитрий, как вообще вам выставка? Как идет процесс? Ну, у нас по слухам, прошлый год был лучше. По слухам. Вы слухи распускаете? Нет, у нас есть. Первый раз участвуем в этой выставке. Ну, в принципе, нас все устраивает. Да, то есть мы же не договаривались, да? Вы же честно говорите? Конечно. То есть, если бы было плохо, вы могли бы сказать, что все плохо, но нам все не нравится? Нам все устраивает, все хорошо. Отлично. А как вас зовут? Людмила. Очень добродушные все люди пришли сегодня с вадебных салонов. Отличные. Байеры, да? Закупки идут? Да, да, да. Все у нас хорошо. Мы очень рады, что вы с нами. И мы надеемся, что вы в следующем году станете нашими участниками. Спасибо большое. Обязательно будем участвовать. Спасибо. Удачи вам и процветания. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а я думаю, что... О, Господи, какая тут красота. Вы посмотрите. Я аж потерял ориентацию практически. В пространстве, я имею в виду. Так в этом смысле у меня все в порядке с ориентацией. Девчонки, расскажите, кто может рассказать об этом великолепном бренде. А тут два бренда. Кэти Корсо и Джасмин Эмпраер. Правильно я произношу? Да? Есть у нас руководитель. Кто у нас расскажет? Менеджер. Представьте себе, что я жених. Я жених. Я пришел. Невеста. Вы будете моей невестой сегодня. Не хочет быть моей невестой. Ну ладно, ничего страшного. А вы? Я уже замужем. Уже замужем. Да что ж такое? Я опоздал. Опять я опоздал. Ну ладно. Хорошо. Девушки, тогда вы стоите здесь. Мы пойдем дальше. Вы расскажете, да? Что? Ну, о том, как вы участвуете в выставке, как идет процесс. Ну, мы вообще в Москве первый раз на выставке. Откуда? Ну, фабрика находится на Украине. В каком городе? Из какого места? Тернополь. Из Тернополя. Из Тернополя. О, это дело. Так лучше. И что? И как вам это все? Ну, очень хорошо. Люди привитные. Люди привитные. Вы знаете, что это означает? Так вот тоже. Хорошие люди. Я понимаю. Вежливые. Вежливые люди. Нет, вежливые люди немножко имеют другой оттенок. Ну, ладно, сегодня не об этом. Ну, а как закупки, продажи идут? Да, да, хорошо. Нормально, да? Мы работаем в 40 странах мира, потому мы просто решили освоить еще для себя, немножко расширить новый рынок, вот и все. Вы красавцы, вот на самом деле, я вот вижу команда такая, все прям вот одухотворенные. Я желаю удачи вашему бизнесу, процветания и надеюсь, что в следующее интервью я буду брать, а вы мне скажете, мы уже работаем в 80 странах. Спасибо, спасибо. Нормально? Есть такой план? Вашими молитвами, да. У вас есть план на работу мира. А вот девушка хочет поработить мир, обратите внимание, вас зовут? Катя. Катенька, расскажите, вы же сотрудник компании, вы работали с невестами непосредственно, ходят сюда невесты? Невесты ходят, но мы больше нацелены на оптовые продажи, поэтому как-то так, с невестами мало общались, мало тут невест на выставке. Маловато невесты, в основном мы в салоны. Ну, тем не менее, в салон результативно приходите? Да. Ну, отлично, значит, основная миссия, миссия выполнима, все, значит, хорошо. Да, да, все отлично. Вы можете передать привет, не знаю, маме в Тернополь. Мамочка, привет! Вот, и Тернополь тоже нас слышит, да? Спасибо, мы идем дальше. Вы скажите, что лучше девушек нигде на стандине не было, чем у вас. Это точно, самые классные. А вы привезли их из Тернополя? Конечно. Серьезно? Что ж вы замужник-то привозите, не могли привезти незамужних? Специально. Какие вы, какие вы алчные. Вы, как делали, руки полосами, что-то, да, вот так. Да, 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 да. Топ-модели просто, просто топ-модели. Мы продолжаем наш репортаж с Wedding Fashion Moscow 2018, ВДНХ, 75 павильон. И я нахожусь рядом со стендом Катарина Корда с Bridal Fashion. Сейчас мы, видите, у них сейчас идет работа, очень плотный график. Сегодня все-таки последний день выставки, и не все еще успели приобрести, что хотели. Вот сейчас насыщено. Девчонки, буквально несколько слов. Расскажите о впечатлениях выставки, как она идет, все ли хорошо, может, какие-то замечания. Поделитесь с нашими зрителями. Ну, скажем, выставка проходит нормально, третий день, устали все немного. А не скажешь? Выглядите великолепно, как вы просто... Не стараюсь, но макияж спасает, понимаете. Ох, эти женщины. Ну, а как вы думали? Ну, чтобы... Как вас зовут, представьтесь, пожалуйста. Карина. Кариночка, а этот... Сколько лет салону? Четыре года. Откуда вы? Краков. Польша? Польша. Совершенно верно. Впервые мы в Москве участвуем. Да, первая наша. Дебютная. А кто поляк-то? Поляков нет, но он, собственно, владелец фирмы, и он поляк. А, вот оно что. То есть вы базируетесь в Польше, и там расчеваетесь. Мы базируемся в Кракове. А салона в Москве нет еще пока? Нет еще. Надеемся, что будет. Ладно, да, вы как раз этим занимаетесь. Да, надеемся, что будет. Как вас зовут? Ирина. Ирина, очень приятно. Ирина, ну, что нужно, чтобы появился салон в Москве? Нужно иметь хорошую коллекцию, чтобы салон в Москве захотел взять вашу коллекцию и представить ее у себя. А, то есть пока вопрос в том, чтобы... Мы открываем свой салон. Мы предлагаем наше платье салон, который находится уже в Москве. Ага, понятно. Для того, чтобы мы появились в Москве, нужен человек, который придет и представит нас в Москве, захочет. Собственно, представительство какое-то. Ага. Это для того, чтобы именно на правах, скажем, франшизы кто-то представил Катарину Кортость. Тогда это нужен, да, человек, который захочет им заняться и открыть салон. А если нет, то от пяти единиц у нас опт, любой салон может подойти, закупить. И, пожалуйста, в Москве вы можете нас найти. Так, давайте обратимся к нашим зрителям. Может быть, среди них и есть тот представитель. Мы вас ждем. Москва, приходите. Мы все ждем. У нас прекрасное платье. Что надо сделать? Вот я, допустим, вот я хочу открыть салон. Что мне надо сделать? Какая технология? Я хочу вот ваш бренд. Прийти, прийти, померить. Сюда прийти? Желательно не на себя. Накопите много денег. Так, потом, с этими деньгами. С этими деньгами. Подходим к Ирине. Да. Арендуйте помещение. Технология открытия салона. Смотрите, лайфхак по тому, как открыть салон. Арендуйте себе помещение, оборудуйте его красиво. Должно быть лакшери помещение. Лакшери. Да, обязательно. Обязательно. Хорошие инвесторы в Москве не пойдут. В Москве, знаете, как говорят, лухари. Должно быть лухари обязательно. Так, делаем лухари. А вы проинспектируете, да, если вот... Конечно. То есть вы приедете, скажете... Не, здесь... Я думаю, что в Москве должно быть все в золоте. Иначе невесты московские не пойдут в этот салон. Именно в золоте. Конечно. Ну, я вам скажу, что... Ну, ладно, хорошо. Это без комментариев. В золоте так в золоте. Как скажете. Так, хорошо. Несколько слов о самом бомбическом платье из этой коллекции. Что вы можете показать? Все невесты, собственно, обращают внимание на расшитое вручное платье. Она на манекене. Сейчас мы его покажем. Вы пойдемте, покажите, вот в чем особенности. Этой красоты. В чем здесь фишка? Фишка в полностью ручной расшивке. Это все полностью ручная расшивка. Это ручками. Ирина, это вы все делали? Вы так любовно об этом рассказывали. Такое ощущение. Я просто видела, как его делают. Я прям вижу, как ваша рука скользит по кружеву. Я просто видела, как его делают. Поэтому я говорю, что это сидят такие красивые девочки. Тонкими ручками. А девочки должны быть красивые, да? Обязательно. Обязательно. Тудя, мы... Не вышли такой красоты. Некрасивые. Подождите, ну все девушки красивые. Все красивые, да. Просто надо иметь специальную иглу. Да, специальная игла. Очень красивая игла. Она шьет сама практически. Волшебная иголочка. Да. Отлично. Ну что ж, спасибо вам огромное. Мы желаем Катарине Кордос удачи, процветания. Дай бог, чтобы скоро открылся салон в Москве. И увидимся. Конечно. Всем пока. Вы уже женаты? Я еще нет, кстати. Невеста и Курдос. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем. Мы продолжаем. Камера успевает летать быстрее, чем я хожу. Так. Здравствуйте. Ох, какая красота. Смотрите. Это надпись Love. Это вы сделали? Да. Очень красиво. Расскажите, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Анна. Анна. Как называется ваша компания? СВ Оптом. СВ Оптом. То есть свадьба Оптом, что ли? Да, да. СВ, наверное. На повадебные аксессуары, фотозоны, украшения на машины и так далее. Это все вы? Все от А до Я. Нет, не мы, но наша компания. Ну только оптом, подождите. Нет, и розница, конечно, тоже. То есть у вас есть отдел СВ в рознице? Да, и оптом в рознице. И оптом в рознице. А вот это вот что за красота такая? Фотозона. Фотозона. Да. То есть вы делаете фотозоны? То есть не обязательно для свадьбы? Вы можете для чего угодно? Нет, для дня рождения, юбилея, корпоратива, что угодно. Анна, а это вы придумали вот это? Совершенно верно. Вы дизайнер? Да. Как нам повезло. Мы очень любим общаться с творческими людьми. Анна, вы можете... У нас смотрят люди, которые занимаются как раз свадебной индустрией, мероприятиями. Вы можете что-то им сказать, чтобы они потом обращались к вам? То есть прорекламировать себя, сделать себе собственный самопиар? Она не была готова к этому, она не ожидала. А стояла, думала, блин, что я сюда пришла вообще? И вдруг с небес спустилась телекомпания Event TV, и Максим с летающей камерой начинает все это делать. Нет, я специально тяну время, что ты думала, что рассказывать. Ребята, обращайтесь к нам, пожалуйста, фирма S.V.O.P.T.O.M. Вот. Это мне напоминает кабельное телевидение города Урюпинска. Ну, ничего. Все пожелания, оформления, залов, свадеб, все воплотим в реальность вашей мечты, желания. Все? Да. Ну, наверное, да. Все. Друзья, и сейчас мы подошли к стенду Royalty. Это наши коллеги из солнечной Молдавии. Посмотрите, практически все уже продано. Успешно идет выставка. Ребята даже не ожидали, что все может так быстро улететь, да, как с молотка все улетело. И вот буквально, извините, минуточку мы возьмем у вас интервью. Представьтесь, пожалуйста. Оксана. Оксаночка, очень приятно. Оксаночка, вы менеджер, да? Да, я менеджер. Менеджер по продаже. Да, верно. Ага. Ну, расскажите, какие результаты, процессы... Результаты ошеломительные просто. Потому что коллекция востребована была не на 100%, а на 125% точно. А почему? В чем секрет успех? 125% это потому, что то, что привезли, все разобрали и заказали платьев настолько, что нам сейчас на полгода работы, и мы даже не знаем, пойдем ли мы вообще в отпуск. Ребята, с одной стороны хорошо, да, с другой стороны... Не, хорошо со всех сторон, потому что... Будет на что отдохнуть. Да. Да, тоже в каждом есть доля прекрасного. Оксаночка, и привет передавайте в Молдавию коллегам-организаторам мероприятий. Ребят, привет в Молдавию. Вы знаете каких-нибудь организаторов свадеб крутых, которые там могут организовать? Прямо сейчас не скажу. Боюсь обидеть кого-нибудь. А, то есть все крутые? Да, очень много крутых организаторов, поэтому сейчас, конечно, кого-то выделить. А вот если справлять свадьбу, где в Молдавии лучше всего? В Молдавии лучше всего справлять свадьбу в Румынии. Понятно. Лучшая Молдавия – это Румыния. Ну, это шутка, Боя. Надеюсь, все поймут. Все поняли, конечно. Не, ну на самом деле коллекция очень успешная оказалась. Очень много платьев. Были те, которые оказались ноу-хау для русских невест. Девочки очень красивые в России, поэтому... А в чем ноу-хау? В чем ноу-хау? Ноу-хау... Покажите, покажите. Нет, я сейчас ничего не покажу. Все ноу-хау уже разобрали. Да, их уже увезли в города России, и они теперь уже скоро будут у невест. Поэтому ноу-хау в чем? Ткани очень роскошные, с блеском. Потом обязательно, конечно, что отличает коллекцию – это эффект погружения. То есть используется несколько видов кружева на одной модели. И когда их соединяют, получается такой эффект погружения. То есть ты смотришь сверху один рисунок, но внутри еще один рисунок. И все это вместе, конечно, создает такой неповторимый... То есть ты впадаешь в некий транс? Вообще. Ты погружаешься? Я вообще в трансе просто. Вы бы видели, как мы это все продавали. Это был транс, это был... Все! Все закончилось, друзья мои. Все разбираются, стенды, все. Вот. Видите, что происходит с нами в эфире? Мы совершаем полный оборот вокруг своей оси вместе с камерой. Ты готова? Держишь? Да! Офигеть! Офигеть! И как я обещал, он повернулся на 360 градусов, типа теория относительности. Ген, я дала ты! Ген, это крадость, сегонитесь вновь! Ген, это крадость, сегонитесь вновь! Ген.